Как с помощью силы подсознания можно развить финансовый успех, укрепить или найти счастливые отношения? И как вообще включить своё подсознание? Получить такие знания абсолютно бесплатно можно, пройдя по ссылке в инфобоксе, посетив закрытый онлайн-тренинг Марии Самариной. Маша отучилась в работе с подсознанием в Стэнфорде, в США, и теперь она делится своей научной методикой, помогая другим воплотить в жизнь самую смелую мечту. Всем здравствуйте! Я рада вас видеть на моём канале, рада видеть также новых зрителей. Подписывайтесь на мой канал, если любите парфюмерию, будем вместе обсуждать эту тему. Я сегодня, девочки, мальчики, хочу вам рассказать про новые ароматы. Что-то я повторила, это то, что у меня должно обязательно быть в моём парфюмерном шкафу. Что-то я купила из верхних самых строчек моего виш-листа на осень. Это то, что я хотела год, наверное, точно, и наконец-то осуществилась. В общем, готовлюсь к осени. Также познакомилась с новым брендом через вот такой наборчик. Сегодня, наверное, расскажу. Постараюсь, если не получится слишком длинное видео, то есть и что в следующем ролике. И также кое-что я купила на распродажах в Ревакоши и в Летоуаль на скидках. Но начать хочу с моего огромного разочарования, печали. И я в таком замешательстве... В общем, сейчас поделюсь, расскажу. Есть у меня такой замечательный аромат Салария. Я вам много-много о нём рассказывала. И вот мы его с мужем любим, обожаем, носим вдвоём. И вот осталось в нашем флакончике совсем немножко. Наверное, миликов 10 от силы. Он у нас на вот таком вот белом пьедестальчике. То есть здесь белая ткань. Все остальные ароматы, которые я пробовала у этой марки, у них здесь серебряная. Такая штучка вот именно у Саларии белая ткань. Это такой важный момент. Сегодня я получаю свой флакончик с Ревгош. Открываю. Всё то же самое. Первое, что я вижу, это не белая ткань, а как у всех остальных ароматов, вот такая вот серебристая. Но это ладно. А дальше я просто беру флакон Шойки. Жёлтая жидкость. Девочки, сколько флаконов я брала? Я брала их, наверное, раз 6 уже. Сколько брала всегда белая прозрачная жидкость. Всегда. И тут жёлтая. Просрочка. Просрочки быть не может, так как это аромат, который вышел в 2017 году. То есть прошло 3 года. По-моему, на парфюмерию даётся, ну как бы, да, официально 5 лет. Когда вы можете предъявить, да, магазину. Вот здесь из первых цифр А буква, а здесь у меня G. Может быть, это первая партия, я не знаю. Или что произошло, но парфюм не тот. И это не какие-то там, знаете, малейшие какие-то несоответствия. Нет, это просто совсем другой аромат. То есть, да, он похож на Саларию, но Салария – это мой любимый и любимый аромат мужа на тему папоротниковых ароматов, либо морских ароматов. Многие девочки, кто брал этот парфюм, я знаю, что многие купили себе флакон после моего видео, а многие мне писали, что это натуралистичный запах моря. Для меня это прежде всего запах какого-то соснового бора над морем. То есть я в нём слышу какие-то свежие травы, которые пробивают дыхание, наполняют грудь воздухом. И при всём при этом он уходит потом в нагретые солёные камушки морские. И в нём много воздуха и влаги. При всём при этом, да, он и воздушный, и мокрый, и влажный одновременно. Он очень красивый, очень. Я его обожаю, мой муж его обожает. И теперь я наношу на себя, на мужа этот парфюм, и мы просто вот так вот смотрим друг на друга, потому что это какой-то спрей для... от насморка вернее. То есть вот знаете, есть такие капли в нос, которые на растительных экстрактах, и вот это пахнет вот просто вот этими вот настойками для носа, спреями для носа. Это совсем не то. Я когда выставила, я сегодня получила этот аромат, я сразу написала им на сайт в обратную связь. Это Ревгош, девочки. Я сразу им написала в Инстаграм. Я сразу их отметила в сторис, сняла видео, что вот произошла такая ситуация, вот аромат не соответствует, партия, что это. Также я им написала на электронную почту. Ответа пока нет. Подожду еще пару дней. Если что, буду звонить уже на горячую линию. И я очень надеюсь, что у меня сберут этот флакон. Но проблема в том, что... А как быть дальше, да? А как покупать? Вот, допустим, они мне пришлют на замен другой флакон. А если он будет опять такой? А если это реально какая-то партия? Потому что, когда я выставила видео, одна девушка мне написала, что она в Питере купила аромат. И он тоже вот такой вот желтый. И пахнет очень сильно эвкалиптом. Перейду ко второму моему повтору. Это тоже аромат, который я постоянно покупаю до тех пор, пока он еще продается по нормальной, адекватной цене. Но с каждым разом цена возрастает. Некоторые любят горячее. Один из моих любимых ароматов. Я его просто обожаю, девочки. С этим ароматом я влюбилась в бренд Киллиан. Я пробовала другие яйца. Не все, правда. Но вот с табаком, который я все пробовала. Нет, вот это идеальное сочетание. Роза, личия, кислинка. Какая-то тоже есть травность, пудровость. Есть такая томная составляющая, бадуарная. Для меня это страстный аромат. Почему-то как-то так получилось, что я носила его зимой. Собирала комплименты именно зимой на этот парфюм. Очень стойкий, очень шлейфовый. Очень красиво запудривается. И уже к концу дня на мне выходит такое пудровое, сладостное, вкусное какао. А так вот в течение дня это роза, бадуарная роза с личи, с кислым личи. Я знаю, что есть люди, на которых он очень быстро уходит в ореховое какао. Следующий аромат я купила на супер скидках в магазине Ле Туали. И в итоге мне этот флакон обошелся, по-моему, в полторы тысячи дешевле, чем если бы я его покупала на духе РФ. О чем я и говорю сейчас в сетевых магазинах дешевле на скидках брать, чем в интернет-магазинах. Поэтому всегда караулю. И это Кинзо Аква. Люксовый аромат. Кинзо Аква для женщин. 100 мл. И, в общем-то, вот та цена, по-моему, 3,500 или 3,600 за 100 мл получилась с этой скидкой. Это, я считаю, его адекватная цена. Больше за него платить не стоит. Почему? Потому что он не особо стойкий. Часов 4-5, да, часа 4-5 он держится. Я вообще его взяла больше на зиму и на холодную дождливую осень. Это тот случай, когда вроде бы как аромат создавался как летний, да, такая волна морская. Очень красивый флакон, кстати. Понравился тоже Лёше. Только сразу сказал, о, какой красивый цвет. Ну, мне кажется, этот цвет все обожают. И он такой, как будто бы и прохладный, но при этом и сладкий, и сочный, фруктово-цветочный, такой компотный аромат. Но в то же самое время такой приятный. Но вот летом сейчас он такой химозненький. То есть это такие химозненькие фруктики. Кстати, многие слышат здесь манго, хотя тут малина и яблоко. Ну да, есть вот какая-то такая нотка сладкого, тропического, как будто фрукта. Я соглашусь, есть что-то такое, но все это такое химозненькое. Вот сейчас, летом, в тепле, не совсем мне нравится. Но я с ним знакомилась, когда было холодно. И тоже, если отзывы посмотрите, то многие его носят зимой. И как раз таки пишут, что больше всего замечают этот аромат и делают комплименты, когда люди его носят в холод. И здесь есть такая свежая нотка вообще по пирамиде ветивер. Но она мне слышится больше не как ветивер, а как что-то травно-хвойное. И вот в холодное время года, зимой, это очень красиво получается. Такая колкая холодность на фоне холодных фруктов. То есть аромат не становится таким сладко-компотным, а все-таки более интересное звучание приобретает. Если у вас вдруг лежит как-то без надобности, попробуйте его в холод. Возможно, вы его по-другому оцените. Ну, в общем-то, я считаю, что за такую стоимость, которая сейчас на скидках, аромат нормальный. Если больше, то нет, он не стоит этих денег. Дальше аромат в продолжении моего предыдущего видео, которое называлось «Вал ароматы», где я рассказывала вам про марку, которую я для себя открыла. Хотя на ютубе уже давно, как оказалось уже потом, с, по-моему, то ли 17-го, то ли 18-го года еще гуляют отзывы парфюмерных блогеров на этот парфюм. Ну, в общем, все это прошло мимо меня. И я только сейчас знакомлюсь более детально и ближе с замечательным брендом. В прошлом выпуске я вам показывала аромат «Ваина». Это самый сладкий в этой линейке. И рассказывала как раз, что хочу себе еще два на тему ванили и еще парочку на тему мускул. Напомню, что «Ваина» для меня это аромат такой фруктовый, сочный, сладкий леденец. Несерьезный аромат, но очень радостный, позитивный, шлейфовый, вкусный. И, кстати, сзади написано, что это ваниль цветочная, и сзади написаны ноты. А еще я в прошлый раз не обратила внимания, что внутри коробки ноты также изображены в виде рисунка. В этот раз я купила в Anori, и сзади также написаны ноты. И, кстати, у них общая, одинаковая нота ванили. Именно здесь написано, что это ваниль мадагаскарская. И действительно, в этих ароматах именно нота в ванили, она их роднит, она абсолютно одинаковая. Но в Anori уже это не цветочная ваниль, как «Ваина», а солнечная ваниль. И действительно, это абсолютная солнечная ваниль. По-другому и не скажешь, очень светлая, теплая. Опять же, повторюсь, нота ваниль похожа. Но здесь она обыграна вкусными, такими сочными цитрусами. Они не холодные, они не кислые, и они не горькие. Для меня здесь цитрусы теплые, нагретые на солнышке, с добавлением капельки душистого меда, с каким-то бальзамично-пряным оттенком. Вот здесь есть некая такая бальзамная нотка, тоже, если вы посмотрите там сзади на коробочке, это обозначено. Еще здесь есть кашмиран, при этом аромат воздушный, он тоже сладкий, но он не такой уже сладкий, как «Ваина». В третьем аромате на тему ванили я уже остановлюсь, и там ваниль обыграна такими нотами, как тимьян и, по-моему, розмарин. И мне тогда на блотере тоже очень она понравилась, и потом тоже девочки, мне несколько человек писали, что это один из их любимых ароматов на тему ваниль. Если подвести итоги, то это интересная ваниль, без таких, знаете, классических прочтений ванильных нот, где есть некоторая сливочность, плотность, такая вязкость, да, липкость. Здесь такого нет. Ароматы воздушные, радостные, позитивные, вкусные, немного несерьезные, но вот такие очень положительные, позитивные ароматы. Ну, а в заключении этого видео мои главные приобретения из виш-листа на осень. Ароматы, которые я хотела, ну, наверное, год точно. Алою я брала сначала от Левант, причем он сначала мне не пришелся по вкусу, потому что от Левант был не в себе. В общем, бывает такое с пересылки, им нужно было время, чтобы прийти в себя. Сантал Роял я впервые попробовала в пробнике, и это была любовь просто с первого нюха. У меня два или три пробника было этого аромата. Потом я купила от Левант. От Левант у меня даже немножечко еще остался, и я не стала ждать, пока он закончится, и купила флакончик. Ароматы на тему кожи. Но кожа здесь абсолютно не главная, не доминирующая нота в этих парфюмах. И не скажу, что это прям кожаный аромат. То есть нельзя сказать, что это вот прям хочешь кожаный парфюм, вот купи себе вот либо это, либо это. Нет, а Лоя, давайте, наверное, начну с нее. Он грустный, он холодный, он минорный, такой интровертный аромат. Медлительный, то есть для медленных каких-то прогулок. При этом он очень стильный, вот прям крутой. Вот прям хочется сказать, что крутой, стильный, дорого звучащий парфюм. В нем необычный аромат, в нем есть свежесть, потому что здесь есть нота горного воздуха интересная. И вот эта свежесть вместе с холодными грустными фиалками, вместе с кожей, но такая кожа какая-то виниловая. Вот мне кажется, что так могли пахнуть пластинки из моего детства. То есть если есть кожа, то она либо похожа на винил, либо такая холодная, глянцевая, скользкая, тонкая. Как-то так. Если почитаете отзывы, вы вообще ничего не поймете, потому что каждый, вот кого я смотрела из блогеров, читала отзывы, вот каждый его по-своему. Кому-то он вообще горелыми листьями пахнет в парке, да, для меня это шок, потому что вообще ничего горелого я здесь не слышу. Что же касается Сантал Роял, то для меня это аромат уже не такой грустный и минорный, но он спокойный, он какой-то неторопливый, такой загадочный, задумчивый. Аромат релакс и медитация, я как-то о нем рассказывала, вот он таким и остался для меня. Но при этом он глубокий, красивый, дорого звучащий аромат, но не кричащий. Абсолютный восторг, потому что здесь такие ноты, которые любят вообще в арабских, да, парфюмах использовать. Ут, роза, могу ошибаться, шафран есть или нет, древесность, кожа. То есть вот читаешь пирамиду и по ощущениям, как будто это что-то будет такое оглушительное, очень яркое, мозговыностящие. Но даже вот на мужа моем, пробовала Леша, тоже не кричит так сильно, как могло бы кричать с таким содержимым. Пахнет мне цельно, по нотам разбирать вообще не хочется. И для меня вообще в свое время было открытие, что здесь есть кожаная нота. То есть здесь кожаная такая какая-то бархатная, мягкая, с капелькой персикового джема. Но в целом, в первую очередь для меня это аромат про древесность и про какую-то такую ауру, восточную ауру на фоне древесности. И я когда вдыхаю этот парфюм, я все время вспоминаю великолепный век сериал. Мне кажется, так могло бы пахнуть в гареме, во дворце. Но знаете, с учетом того, что вы туда попали, но там абсолютно никого нет. То есть он пустой, тихий, одинокий, как будто просто все люди оттуда пропали. И вы ходите по этим закоулкам, их коридорам, заходите в разные комнаты, покои их, покои султана, покои его жен, наложниц, прислуги. И вот какая-то такая аура царит, какой-то аромат смешанный с их мебелью, с их текстилем. Вот что-то такое атмосферное. Очень атмосферный, но умиротворяющий аромат, красивый. Мои главные такие претенденты на осень. Вместе с моим открытием это ваниль фаталя Том Форд. Это вот где оказалась замша, пропитанная аромом. Вот это вот три мои такие главные хита на осень. И я, наверное, это видео уже завершаю. Про вот этот новый бренд расскажу, наверное, в следующей моей закупке. Потому что уже смотрю очень-очень поздно и заплетается язык. Чувствую, что уже мысли мои куда-то улетучились. Хочу, видимо, спать. Спасибо огромное вам за внимание. Я очень надеюсь, что вот эта ситуация, история с Саларией разрешится в мою пользу. Потому что было бы обидно. Спасибо огромное. Увидимся в других видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok